МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Рошение улицы Крылова, место под будущий сквер у храма Державной иконы Божьей Матери и транспортную развязку на улице Владимирская осмотрел Юрий Поляков. В ходе рабочей поездки. Задачи по благоустройству глава города относится к разряду первоочередных. До начала курортного сезона Анапа должна быть готова к приему гостей. Первая остановка на улице Крылова. Масштабную реконструкцию этой дороги начали осенью по поручению главы города. Сначала силами городских служб, затем к работе подключились и крупные анапские застройщики. Благоустройство Анапы – дело общее. Речь не только о расширении дороги, но и о благоустройстве прилегающей зоны. Тут должны быть удобные тротуарные дорожки, бордюры, пешеходные переходы, съезды для маломобильных граждан. Внимание к каждой детали. Напротив Дома культуры молодежной Юрий Поляков дал поручение организовать парковку. Причем стоянку для машин необходимо оградить бордюром. Иначе, как показывает практика, проблема постоянных пробок на улице не решится даже после расширения. Я хочу просто максимально сделать так, чтобы улица Крылово не превратилась в какую-то парковку. Все движение опустить вот по правой полосе. Обязательно в четверг на комиссии все сделаем. Вопросы есть? Вопросов нет. Значит, конец недели с флагом приходим сюда. На перекрестке с улицы Ленина сделают съезд тротуара, чтобы не возникло проблем у колясочников, дает поручение глава города. Через дорогу находится общество инвалидов, а рядом станция скорой медицинской помощи. Следующая точка – сквер у храма Державной иконы Божией Матери, прихода святого князя Владимира. Здесь будет реализован масштабный социальный проект «Новый сквер». На месте пустыря появится зеленая зона отдыха. Телевизор, что вы были у нас? Да. Здрасте. Вот ваша схема. Да. Ну, пойдемте, показывай. В декабре на личном приеме у главы Анапы Леонид Колыбин обратился с просьбой. На месте пустыря пенсионер предложил разбить парковую зону. От слов к делу Юрий Федорович дает поручение городским службам разработать проект. Здесь активисты местного ТОСа уже высадили 60 саженцев вишни в память о погибших в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В итоге будет красивый новый сквер. Нам надо максимально здесь, вот здесь есть объем, где работать, все нормально. К курортному сезону надо будет сдать эту площадь. А еще лучше в районе 1 мая людям будет приятно на 1 мая. Вот вам площадка. Спасибо. Спасибо за жизненную активную оппозицию, что вы нам помогаете. Будем делать, будем наш город улучшать. Мы очень довольны, что администрация облагораживает, что сейчас строится сразу комплексом. Душа радуется не как в наше время, вот сразу площадка для детей. Конечно, нужно о чем речь. И молодым, и внукам, и пожилым. Здесь очень много пожилых, очень много молодых семей с детьми. Третья точка развязка на улице Владимирской. Здесь практически завершено строительство дороги, которую соединит 3-й Б микрорайон с Субсекским шоссе. Очень много жалоб. Надо этот вопрос решить. То есть они дотянули сюда, бросили, ни туда никто не ездит, ни отсюда никто не ездит. Может, надо нам закальцеваться, тогда у нас будет решение какое-то по этому треугольнику, по благоустройству вот здесь. Хорошо, Ирика. Делаем. Это такое, а поручение как бы срочное. Хорошо. В перспективе эта новая дорога серьезно упростит жизнь жителей микрорайонов 3-Б и Горгипе, а также уменьшит пробку на Субсекском шоссе. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Сегодня же Юрий Поляков принял участие в краевом совещании по вопросам строительства и ремонта автомобильных дорог. Обсуждение проходило в режиме видеоконференции. В прошлом году муниципальным образованием края на улучшение дорожной сети было запланировано выделение 4,5 млрд рублей. Эти цифры озвучили в краевом Минтрансе. В итоге часть средств осталась неосвоенной. Это недопустимо, заявили в правительстве. В Анапе, напротив, все идет по графику. Напомним, что сегодня при поддержке Министерства транспорта Краснодарского края полным ходом ведутся работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. К лету будет построена кольцевая развязка в районе санатория «Россиянка». Дополнительная четвертая полоса появится на Симферовском шоссе. Началось строительство обхода Анапы через Чембурку и Хутор Красный с выходом дороги в районе Хутора Воскресенский. Разрабатывается проект дороги от Субсекского шоссе до улицы Мирной. Наша задача – все деньги, которые нам выделяет край, четко их осваивать. Главное освоение – все зависит именно от вас. Вовремя подать торги, вовремя разыграть, получить нормального подрядчика и произвести работу. И к другим темам. В Анапе дан старт краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. На торжественной церемонии открытия, которая прошла в Центре культуры Родина, в минуту и молчание почтили героев, погибших, защищая Родину. Подробнее в нашем сюжете. Торжественная церемония открытия краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы собрала в Большом зале Центра культуры Родина сразу несколько поколений. Своими воспоминаниями делятся блокадники Ленинграда, участники войны, ветераны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Рядом с ними – учителя и наставники, которые пришли с казачатами из анапских школ, курсантами и юными кадетами. Я учусь в Бериньковском казачьем кадетском корпусе имени Сотника Михаила Яковлевича Чайки. Мой кадетский корпус занимается образованием допризывной молодежи Краснодарского края по казачьей направленности. Живем в казармах и домой выезжаем только в увольнение. В период месячника на территории муниципального образования пройдут десятки тематических мероприятий. Честование ветеранов, тематические экскурсии, уроки мужества для школьников – никто не забыт, ничто не забыто. Дорогие ветераны, разрешите мне от имени главы муниципального образования города Курорта Анапы Юрия Федоровича Полякова приветствовать вас на церемонии открытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в городе воинской славе, в городе-курорте Анапы. Месячник традиционно будет проводиться во всех образовательных организациях – в школах, в детских садах, в учреждениях культуры. Каждый анапчанин, я думаю, не останется в стороне от мероприятий месячника. Комплекс тематических мероприятий в городе воинской славы не должен заканчиваться 23 февраля. Работа по патриотическому воспитанию молодежи должна идти круглый год. Сегодня нужна нам память, чтобы не забывали о тех героях, которые сложили головы в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на северном Кавказе. Нам нужна память, чтобы мы никогда не забыли. И если мы будем помнить об этих датах, мы не позволим, чтобы наша Родина была в опасности. В фойе расположилась экспозиция находок времен Первой и Второй. В этом котелке не только находки тех времен, тут даже крупица земли, по которой ходили наши именитые предки. В руках у меня ППШ, пистолет, пулемет, шпагина. Очень такая надежная была вещь. Мы очень любили наши бойцы и называли между собой Фреза Сталина. Завершили торжественную церемонию концерта. Песню о Ленинграде исполнил блокадник Александр Орлов. Перед собравшимися выступили ветераны ВДВ, группа «Перевал». А затем своим творчеством порадовал народный казачий хор Анапы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И по традиции в этот день по местам боевую славу города-курорта отправился автопробег. В участие в нем приняли ветераны боевых действий, представители ДСАФ и студенты. Автоколонна стартовала от Центра культуры Родина с улицы Протапова. За рулем семи автомобилей не только бывалые водители, но и юные патриоты. Студенты анапских вузов и СУЗов, представители индустриального техникума Сочинского государственного университета, туризма и курортного дела, других образовательных учреждений. Мы устраиваем автопробег по всем памятным местам Анапы. Мы должны, как молодежь, показать свою заинтересованность в этом деле. Мы должны чтить своих предков, помнить о том, что они сделали для нас, и, скажем так, передавать это дальше своим детям, своим внукам и так до бесконечности. Как рассказывают сами участники пробега, в их учебных заведениях созданы агитационные группы, которые и занимаются организацией пробега. Некоторые принимают участие в акции впервые. По традиции, главным организатором пробега является образовательная организация ДОСАФ Анапа. Сегодня у них день рождения, исполнилось 92 года. Остановка первая. Участники автопробега возложили венок к стеле «Город воинской славы». Далее по улице Ленина. В этот день участники пробега посетили анапские мемориалы и места боевой славы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Памятные мероприятия прошли сегодня во всех районах города и сельских кругах. Возле знакового места трех свечей школьники приняли участие в митинге и почтили имена героев. Митинг начался под звуки школьного оркестра. В мероприятии приняли участие мальчишки и девчонки, учащиеся гимназии Эврика. Старт месячнику дан. В этом слове источник силы. Повторяем вперед, Россия! Памятник три свечи – это знаковое место. Великая Отечественная война. Афганистан и Чечня – эти свечи горят в память о погибших. Они не отступали, наши солдаты, а боролись до последней капли крови. Не теряли возможности атаковать противника. Этот митинг помог вспомнить, что на этих землях раньше воевали наши люди, умирали за нас, чтобы свобода была. В муниципалитете ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию. Современная молодежь должна знать свою историю, ведь без прошлого нет будущего. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы у нынешней молодежи сформировалось собственное мнение, собственное видение на те или иные факты истории. Потому что очень многое сейчас, к сожалению, переписывается, поправляется. Мы не должны этого допустить. История должна быть такой, какая она была. В завершение митинга участники почтили минутой молчания всех, кто погиб, защищая Родину, и возложили к мемориалу цветы. Руслан Душевский, Анапа, Регион. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте, на порегион.ру. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова